Караван Добра продолжает колесить по региону. На этот раз волонтерами стали представители местных ТОСов. Как провожали и где встречали очередной благотворительный пробег, расскажет Павел Игнатьев. Гора продуктовых наборов постепенно уменьшается. Гуманитарный груз укладывают в салон и багажник. Автомобили доверху забиты. Все точно, как в аптеке. Провизия на строгом учете. 50. Вот у вас последний остальник. 50. В полсотни пакетов столько помещается в каждую из машин. В качестве волонтеров местные ТОСовцы. Одни инициативу поддержали рублем, другие помогли груз собрать, третий доставить. Даже сегодня у нас ТОС, который только буквально создался, еще даже не юрлицо, и то присоедините к нашему движению. Поэтому сегодня 6 машин, возьмут 300 наборов и отвезут в город Митерпад. Среди тех, кто свой законный выходной посвятил доброму делу, сегодняшняя именинница Розалия. Для девушки праздник двойной. День, когда она родилась и день, когда вступила в ряды волонтеров. Для меня это очень большой опыт. Влиться в работу ассоциации и вообще стать волонтером. Праздновать сегодня вечером. До пункта назначения путь не близкий. Колонны из Ульяновска ждут в Димитровграде. Караван добра встречают в отделении соцзащиты. На этот раз продуктовые наборы достанутся семьям многодетным и малоимущим. Собрать и доставить помогут волонтеры, молодежные организации и местные спортсмены. Очень радует, что действительно молодое поколение болеет за это. И это никого не в принудительном порядке, а что они сами хотят. То есть вызванивают, когда нам нужна помощь и помогать в разгрузке и в доставке уже семьям. Наполненный под завязку склад скоро опустеет. Каждый из трехсот наборов дойдет до адресата. Помощь скромная, а вот дело большое. В дорогу караван добра отправится еще не раз. Павел Гнатьев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.